отец алексей здравствуй добрый день рад поговорить с тобой на ты о том что интересует современного человека чтобы понять интересует ли это тебя интересует ли тебя политика не а мы тем не менее будем говорить про нее ты на выборы когда-нибудь хочешь голосовать нет да иногда хожу зачем так для интереса ассоциация с детством буфет музыка в школе все идут довольны выбирать светлое будущее бутерброды с колбасой что для тебя политика огромное нагромождение правд неправд и всего прочего и так далее и тому подобное значит ли это что ты интересуешься политическими новостями ну пока да хотя все больше прихожу к выводу о том что это бесполезное занятие а другие священники все по-разному то есть есть те которые интересуются больше чем ты конечно объясни мне почему потому что для вообще русского православия в общем то привычно жить при царе исторически и совершенно не интересоваться политикой участием людей в управлении государством я бы не стал так говорить про русское православие но вообще она она где и и она что она вот здесь и сейчас и для нынешнего нашего русского православия для нашего поколения для поколения наших отцов при царе жить вообще неприлично непривычно простите жили-то при союзе а сейчас пережили 90 и живем при нынешней власти царь то был давно ну а какие-то атовизмы же в церковной истории они тем не менее дают знать например духовные скрепы конкретнее конкретнее всегдашнее рукопожатие еще конкретнее рукопожатие государству абсолютно нормальный процесс каждый человек является комплексом своих взглядов имеет комплексы взглядов так скажем да не бывает ни одного человека который бы вот был как-то обрублен отформатированный вот у него блок отвечающий за политику выключен блок отвечающий за это выключен и так далее любой руководитель у него есть взгляды религиозные любой религиозный деятель у нее взгляды политические поэтому все это вместе все в одном котле варится тебе не кажется что наша церковь переносит в современность свое отношение к царю которое было когда-то во-первых не кажется что переносит абсолютно во вторых я не совсем понимаю что такое наша церковь я надеюсь у нас одна церковь да церковь то у нас одна но вот когда говорят что наша церковь или русское православие это вообще где официальная позиция святейшего патриарха мне понятно что это такое проповедь священника на сельском приходе мне тоже понятно мысли которыми делятся священники друзья за праздничным столом мне тоже понятно а вот это вот наша церковь переносит но официальные спикеры какие-то средства церковной коммуникации с внешним все тоже очень разные у нас в этом плане огромная свобода я бы даже сказал демократия пожалуйста пусть будет демократия а давай немножко углубимся конституцию читал российской федерации и в общем есть такая книжка и там написано что источником власти в россии является народ так церковь вот которая как бы не умеет думать в одном лице но тем не менее я задам этот вопрос церковь думает также ну вы знаете что по моему это констатация факта или констатация желаемого факта чтобы народ являлся в россии источником власти ну и хорошо а что может сделать один человек своей политической активностью может очень много сделать например роль личности в истории она исключительно что сделал петр первый своей политической активностью был немножечко царем ну слава богу ему повезло да вот обыкновенный человек может стать немножечко царем если захочет начиная конечно депутатом мэра там да нет ну ну любой вот давно следил как-то не следил новость попалась молодой человек 18 лет решил побаллотироваться в депутаты местного совета районного какого-то ну вот началось а что он дальше может сделать бог весть а ты мог бы когда-нибудь своим прихожанам ну какому-нибудь активному молодому человеку посоветовать баллотироваться куда-нибудь заняться политикой серьезно в принципе такое возможно если человек пришел бы и спросила можно ли ты мне стал запрещать ну зависит конкретный случай но может быть допускаю возможно что мы бы согласились попробовать и посмотреть что из этого получится судя по всему таких тебе не встречалось нет и наверное поэтому у нас нет православной партии ну нет православной партии не потому что мне не встречались такие люди что есть те кому они наверняка встречались больше того мы знаем что после распада союза были даже священники депутаты верховного совета но партии так и не появилась в общем да и слава богу а почему разве у православных нет каких-нибудь специфических православных интересов политики управление государством политики управление государством нет есть в тех нормах которые дал нам бог и исполнение которых мы хотели бы отстаивать на территории где мы живем и для этого не нужна партия для этого нужна партия но здесь надо слишком хорошо подумать на тему ее кпд реально ты считаешь что кто-то об этом уже подумал и поэтому она не реализуется эта идея может быть и по-другому может быть об этом особо сильно никто и не думал потому что априори более-менее понимают что как-то вот не пойдет так как надо не сработает а давай тогда к церкви перейдем посмотрим на политику внутри церкви в церкви источником власти судя по всему является все-таки не народ а кто какой власти церковной церковной власти да да господь пожалуйста а здесь нет конфликта между церковью и государством разные источники власти одни люди живут и в церкви в государстве они переносят свое отношение государственным институтом на церковные институты все по-разному бывает то есть в принципе человек который воспитался на демократии но как ты говоришь нашего поколения он может прийти в церковь и не удовлетвориться тем что есть некое монархическое начало в лице одного кого-то и что и как этому человеку быть что с ним произойдет со всеми произойдет по-разному с такими ситуациями доводило встречаться думаю что есть очень красивое элегантное решение выход из такой ситуации надо предложить человеку начать решать какую-нибудь маленькую конкретную проблемку допустим покрасить забор прежде чем рассуждать о том как в церкви все неправильно сделать так чтобы для человека этот приход стал его приходом чтобы он дорос до того чтобы за этот приход отвечал за все его сложности за все его трудности когда получится так тогда стоит разговаривать дальше но как правило эти разговоры на определенном этапе просто прекращаются потому что жизнь она куда содержательнее и богаче наших политических измышлений о ней амбиций иногда даже амбиции пожалуйста да а допускаешь ли ты что когда-нибудь в церкви могут появиться молодые люди которые возьмут и покрасят забор и на этом не успокоиться и создадут какое-то внутри церковное движение мирянское которое будет отстаивать какие-то свои интересы перед священноначалием епископским интересы перед священноначалием ну да ну например они захотят чтобы богослужения были длиннее в три раза я думаю что по такой причине вот это вот мирянское движение сформироваться не сможет потому что у нас реально сейчас церкви такая демократия или же свобода которая была всегда собственно говоря не то что сейчас она реально всегда была что вопрос о том чтобы богослужение было в три раза длиннее можно решить в частном порядке совершенно не создавая для этого никаких крутых движений но может могут ведь быть какие-то вопросы ради которых стоит создавать движение да это пока не видно вот реально можно пойти и решить на местном уровне с настоятельным либо с благочинным либо с правящим архипасторем все то что необходимо в церкви просто в государстве сложнее конечно сложнее давай по выбираем как раз таки способ правления для государства раз там все гораздо сложнее игра или или анархия или диктатура политика искусства возможного поэтому здесь два варианта тебе придется выбрать один из них загнали уже в рамки что политика искусства анархия или диктатура хотелось бы видеть лицом диктатора вот посмотреть на его фейс решить может быть тогда все-таки анархия демократия или коммунизм демократия как все просто самодержавие или демократия не знаю почему а в чем сложность ну сложность том что хотелось бы мы мыслим всегда об обоих категориях вот о том как ты сейчас говоришь в идеальных идеальная демократия или идеальная самодержавие но их идеальность она сама с собой уже как-то не конкурирует но если взять реальную демократию реальную демократию в соединенных штатах или реальную демократию р오� euch памяти д mama или реальная демократии где-нибудь еще это же разница а если сравнить демократию в сша и у нас какая из демократии более демократия никакая а какя менее никакая они все одинаково не демократии они все одинаково с различной долей разных янов и так далее это это срез человеческое общество где есть грех, там есть проблемы, и они есть везде. Ну хорошо, значит, самодержавие и демократия для тебя в общем-то не выбор. Ну как-то без разницы. Хорошо. Теократия или самодержавие? Теократия, конечно. Только как её сделать? Ты хочешь, чтобы нами правильнее... Руководил Господь, тот, кто нами реально и руководит, конечно. Да, но он же не сможет сам руководить, он будет руководить с помощью тебя, и ты хочешь, чтобы... Какие-то вещи говорите, Господь не сможет сам руководить. А чё это не сможет? А как ты себе представляешь теократию? Не знаю как. Ну для меня теократия это всё-таки власть, получается, церковная иерархия в этом смысле. Нет, церковная иерархия к власти светской не должна иметь отношения. А, то есть ты хочешь теократию, но без иерархии церковной. Я хочу прямое правление Бога на земле. И, кстати, этого хотят все христиане, они этого ждут, и они этого дождутся. Только вот кто своей смертью помрёт, а кто дождётся второго пришествия Христа. Вот тогда всё будет так. Я думаю, на этой оптимистичной ноте надо заканчивать. Спасибо. В разговорах на ты был священник Алексей Котельников со своим отношением к политике. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова